Квинси В последнее время результаты Спартака не радуют. Особенно печальным получился матч с Акроном. Ты, как один из лидеров Спартака, что можешь сказать? В чем дело? Это всегда трудно найти причины. Если вы видите последнее Акрон, если вы видите последние последние результаты, то мы трудно получать конкуренты. Я не имею никакого причины, но я могу сказать, что я очень рад, что мы не победили и что я не был. Но я думаю, что первое, что мы должны делать, это работать. Мы имеем очень хорошие игры, против хорошие команды. Поэтому я думаю, что это правильный момент, чтобы все изменилось. И чтобы остаться позитивным. Все знают, что я всегда остаюсь позитивным. И это единственный способ, чтобы идти вперед. И вы видите, что я вернусь. В Купе мы не потеряли некоторые игроки, которые были ключи, как Соболев, Николсон, Селиков, я. У нас есть много игроков, и даже Гики не играли. Это не исключение, но я думаю, что на сегодняшний день мы более готовы, чтобы бороться к Краснодару. И мы все изменим. Очевидно, что одна из причин таких результатов – это проблемы с реализацией. Даже с пенальти у нас получается с трудом забивать. Как думаешь, здесь дело больше в психологии или в чем-то еще? Да, я думаю, что если мы видим статику, то мы очень много игроков. И я всегда говорю, чтобы победить игроков, нужно больше игроков, чем у других командов. Даже если вы выиграете 2-1, это не достаточно. Поэтому, да, это проблема, что мы не победим в этих игроках. Но я думаю, что мы не победим. Я думаю, что мы больше победим, что мы получим слишком много игроков в нескольких моментах. И если вы играете на «Зеро», я уверен, что у нас достаточно качества, чтобы победить каждый игрок. Так что сначала мы должны играть на «Зеро», прежде всего, и после атака все будет хорошо. При этом, как ты уже сказал, впереди матч с «Краснодаром», это команда, которая любит играть в атакующий футбол. Для нас сейчас это подходящий соперник, как считаешь? Да, я думаю, что. Я думаю, что «Спартак-Краснодар» всегда хорошая афиша. Это всегда интересный игрок. Я должен сказать, что они играют хорошим футболом. Они имеют много качества внутри команды. И мы все равно нужны три пункта. Это очень интересный игрок. Но я думаю, что сейчас мы очень хорошо готовы. Я вижу тренировку сегодня с группой. Я надеюсь, что все выглядит хорошо. Мы играем в доме. Так что я очень позитивный за неделю. Ты на днях выложил видео в соцсетях. Пускался в метро. Куда ездил? Расскажи. Нет. Я просто, конечно, нехорошо. Я смотрел игрок с друзьями. И я решил сделать маленький городский тур. Чтобы оставить Москву в меня. И москва в москва очень красивая. Я не знаю, если все это знают, но это как искусство. И я просто хотел открыть свою голову. И я люблю делать такие вещи. И это очень красивая москва в москва. После вылета из Кубка России у многих болельщиков действительно грустное настроение. Что можешь сказать фанатам перед завершающей частью сезона? Какие сейчас цели стоят перед нами? Что я могу сказать фанатам? Я знаю, что мы с многими. Все, что я могу сказать, что мы их сломаем. Я играл в спартаке в полном стадионе. И все, что я могу сказать, что мы их сломаем. И мы делаем все, что мы можем. Мы работаем очень трудно, чтобы их рады сделать. Но это один шеф-сех. Все вместе, все для одного. Мы не можем это сделать только по команде. Мы должны их поддержать. И я знаю, что это футбол. Я думаю, что мы их сломаем. Я думаю, что никто нас легко сломает, если у нас есть полный стадион. И фанаты знают это, и мы знаем это. Это не искусство. Но если я могу сказать что-то против фанатов, то я могу сказать, что мы их сломаем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры создавал DimaTorzok